Он работает над этюдами так, как его научили в художественном училище имени Шадра. Ход работы идет по принципу от общего к частному. Основные массы, крупные пятна, широкие кисти. Его факультет – станковая живопись. Главное здесь – передача впечатления, цветовой гаммы, настроения. Виталий с детства хотел быть художником. Сложилось по-другому после окончания школы номер 14. Я почти 10 лет прослужил в силовых структурах, в спецподразделениях. Потом на учениях сломал ногу и после того, как вылечился, сразу же пошел в училище. Потому что, в принципе, я знал, что мне туда дорога. Просто служба не давала. Сегодня для своей практики он выбрал окрестности штангового пруда. Задание на лето – написать 8 десятков этюдных работ. Вот будущее художника спешит. Для кратковременных этюдов выбирают простые сюжеты с небольшим количеством входящих в них объектов. Мотивы получаются до боли знакомые. За день – 3-4 этюда. Это же этюды. Тут главное – схватить состояние. Конечно, качество страдает, но какие-то этюды можно доделать потом в мастерской, которой пока нет, к сожалению. Но все равно как-то дома, которые просохли, находишь время. Можно их также на улице доделать, те, которые уже просохли. Выезжаешь, допустим, в поле и непосредственно старые работы быстро дописываешь, что-то какие-то ошибки исправляешь. До этого два года подряд пленерную практику Виталий проходил в Екатеринбурге. Нынче свои работы на практике решил посвятить Полевскому в год его 300-летия. Это же мой город. Мне нравится Полевскок больше, чем Екатеринбург, скажем так. Был бы еще в нем порядок, да? Порядок, да. Вот, кстати, часто, что приезжаешь на этюды, и там есть мусор в каком-то месте. Я даже думал пару этюдов написать, но с мусором прямо, ну не знаю, наверное, не оценят в училище. А Полевской будущий художник любит всем сердцем. Не случайно в его работах абсолютно новое видение цвета, форм, пространства вокруг. Этюд. Тут детали напоследок. Тут надо спешить, чтобы ощущения не растворились, а только спрятались в мазках краски. Виталий Швертов мечтает своей пленерной работой объединить выставку в честь Полевского. Пока выставочные залы для него закрыты. Может, художник еще никому неизвестный? Ольга Демьянец, Ольга Фролова, Константин Миронов. Новости. Твой день. Субтитры создавал DimaTorzok